Люди, всем привет из Сочи! Сегодня уже ночь, 8 декабря. С вами я, Ричард Ставкин. Сейчас, как всегда, разберем несколько матчей, которые прошли у нас и которые предстоят. Наверное, будет видео такое, минут на 20-30, как пойдет, да? Сегодня более-менее выспался, позанимался, ну, легкая тренировка была. Потом хорошо поиграли мы в фонбете, значит, сегодня поиграли мы по программе, поймали несколько хороших голов. Программа показала Латсу и Ювентуса в начале матча, она показала 3,25 гола. Вот, значит, потом, после того, как счет встал 2-1, программа показала, что, возможно, будет еще один гол. И он состоялся. И то же самое было в матче Барселона-Мальорка. При счете 4-2 программа показала седьмой гол. Неоднозначно, но она как бы написала, что 7 голов, там без подсказки. В общем, мы играем по программе, в моей группе создана еще одна такая группа, да, подгруппа, такая однодневка, ну, платная, соответственно, за отдельные деньги, да, где по компьютерной программе, по подсказкам мы ставим голы, в основном голы, и угловые. То есть количество угловых и углов программа более-менее видит плюс-минус. Одна-две штуки, ну, насчет этих самых. Итак, ладно, поехали. Значит, у нас сегодня поиграли мы в группе, так, хорошо зашли у нас сегодня фалы. Ахмат Уфа, я брал в перерыве меньше 34,5. В первом тайме они получили, по-моему, 18, ну, было понятно, что будут меньше. Потом поймали мы еще фалы еще в нескольких матчах. В общем, поэтому по фаллам как бы все нормально. Сегодня было несколько сенсационных результатов. Так, в отношении Чилса, наш прогноз был правильно, что Чилса облажается, оно облажалось. Вот что касается Тоттенхэма и Ливерпуля, тут, конечно, моя любимая универсальная ставка в Англии. Это обе забьют нет и нет ничей. Это вот Ливерпуль и Тоттенхэм. Это вот во всей красе. Что касается Манчестер Сити и Манчестера Юнайтеда, да, здесь попахивает сенсация, потому что Манчестер Сити слива. И Манчестер Юнайтед как бы вторую игру подряд выиграет у сильного соперника. Выиграл Тоттенхэма, выиграл Манчестер Сити. То есть обыграть Мауринью, да, и через три дня обыграть Гвардиолу. Я не знаю, кто так мог в последний раз делать. И в этой связи мы сейчас посмотрим, с кем играет Манчестер Сити. Понимаете, Манчестер Сити просто уже ничего не нужно. Вот и все. Им просто ничего не надо в этой жизни. Они просто расслабились. У них 11 очков, они играют с Динамо Загреб сейчас на выезде. Но понимаете в чем дело? Даже когда на такой команде, как Манчестер Сити, ничего не надо в группе чемпионов, она все равно сливает внутренний свой чемпионат ради того, чтобы поехать в Загреб и обыграть это Загребское Динамо. Ну ладно, не буду я перечислять остальные матчи. Мы их разобрали. Хоккей там говорил, что Борис Сочи не проиграет, скорее всего. И, по-моему, выиграл там 4-1, что ли, там был счет. Кому интересно, отмотайте. Там у меня не все заходит, но очень много заходит. Так, поехали. Остановила Лестер. А то у меня предисловия длинные. Некоторые не выдержат. Так, ну я знаю, что один человек грузанул на этот матч 200 тысяч на победу Лестера. Здесь предварительно, конечно, фора 0 на Лестер. Так вот, не глядя, да? Предварительно. Лестер идет со скоростью Локомотива. 8 побед подряд. Последнее поражение было от Ливерпуля 2-1. И там было пенальти на последней минуте. Вот. Ну, короче, и так далее. То есть, сильно не будем копаться в этом матче. Остановила идет в 5 матчах. Всего одна победа у них. Остановила – это Бирмингем, кто не знает. Победитель Кубка Чемпионов 82-го года, по-моему, это команда была. В общем, на победу Лестера дают 1-80. Значит, они играют так на поле Бирмингема. 1-1, 2-1 Остановила, 2-1 Остановила. Это 15-14 год. 0-1 Лестер. Это в седьмом году. И 1-0. То есть, Total 3 меньше проходит. У Остановила Тотал 3 меньше проходит в 4-х последних матчах. У Лестера Тотал на выезде Тотал 3 меньше проходит в 2-х последних матчах. Но Лестера Бертон Альбион обыграл в Кубке 3-1 крупно и Содгентон 9-0. Но это было 25-го октября. А так вот у Остановила, в принципе, у нее меньше двух голов не бывает в матчах. Меньше 2 гола не получается у нее никак. Если она играет дома, у нее 2-3 гола получается за матч. Здесь... Ну и Лестер тоже. Редко-редко, когда Лестер выиграет 1-0. Я не помню, чтобы Лестер выиграл. Если выиграет, то 2-0. Отсюда вывод какой? Что в этом матче будет минимум 2 гола. Минимум 2 гола. Значит, железобетонная ставка выглядит так. Лестер не проиграет. И Тотал матча 1,5 больше. Пусть это будет 1-50. Но это будет надежно. Но кто его знает. Конечно, я верю в Лестера. Конечно, Лестер должен побеждать. Конечно, Лестер идет по трассе. Просто сумасшедший ход набрал. Но понимаете, он же 3-0 не выигрывает. Но когда нужно 1-1 гол, он его на 95-й минуте забивает уже который матч подряд. 1-1 и он бац. И второй гол. И Варди выбегает. И на опережение в своем стиле забивает. Имея такого игрока, как Варди, я думаю, что преимущественно на стороне Лестера. Ну, в принципе, 3 минуты достаточно для этого матча. Все знают, что Лестер идет на 2-м месте. Конечно, я бы хотел, чтобы он ушел на 1-м. Манчестер Сити все уже опустилось. Манчестер Сити отстает на 3 очка. И игра у Лестера в запасе. Лестер закрепляется на 2-й строчке. Это просто супер. Я мечтаю, чтобы они стали опять чемпионами. Если они завтра выиграют, они должны выигрывать во что бы то ни стало. Чтобы догнать этот Ливерпуль, который тащат за уши всеми правдами и неправдами. И почему Ливерпуль сегодня выиграл, это просто борьбы никакой не было. Я посмотрел, там фолов вообще практически нет. Там какие-то смешные 9 фолов или 12 за весь матч. Этот Бормут там вообще не боролся или с кем там они играли. Понимаете? Вот поэтому не буду я долго на этом матче останавливаться. То же самое Тоттенхем. Вот посмотрите, вот Ливерпуль облажается в матче с Зальцбургом. Облажается. Облажается. А Тоттенхем тоже облажается. Сейчас скажу, с кем они играют. Потому что просто так вот 5 голов забить, знаете, это безнаказанно не проходит. Тоттенхем где-то в группе Б. Тоттенхем играет с Баварией. Мне жалко Тоттенхем, ребята. Мне просто его жалко. Помните, как Бавария приехала и обыграла их там 7-1 или какой там счет был? Сейчас скажу. 7-2. 7-2 она Бавария их обыграла. Смотрите, Бавария последнюю игру слила у себя. Проиграла Баруси 2-1. Тоттенхем выиграл 5-0. Отсюда делаем вывод какой? Вывод делаем такой, что Бавария их обыграет у себя опять. Но это уже совсем другой прогноз. Так. Остановила Леста, разобрали. Я как бы англию. Больше мне тут остальные матчи вообще не интересны. Вы заметили, я не стал разбирать матч от Ворд Кристал Пелос. Вот в прошедшем. А остальные я разобрался. И они сыграли 0-0. Вот и... То есть, какая вывеска такой, значит, не результат. Так. Так, 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 так. Сейчас еще что-нибудь надо... Так, Милан, Болония сейчас рассмотрим. Попросили меня подписчики, Болония, Милан. Ну, что за интернет? Сегодня с интернетом что-то вообще... Платежи в Сочи не проходят. Деньги теряются. Тут Лукашенко приехал. Путин приехал. Ну, это все, понимаете? Все тормозится. Ну, что это за страна? Смотрите, вот у меня два телефона, да? Я пишу, например, сообщение на этом телефоне в WhatsApp. А на этом телефоне, на который я ссалил, у меня там Telegram. Я только написал сообщение, он тут же уже есть в Telegram. Понимаете? Ну, это же идет через сотовую связь. А когда я деньги отправляю с этого телефона на телефон, они идут один день. Один день идут. Понимаете? Вопрос, где деньги? Где деньги, Зина? Понимаете? Вот в какой стране мы живем до сих пор. В Англии 20 лет назад я жил. Я прихожу платить из одного банка в другой. Я прихожу, 80 фунтов, как сейчас помню. Ну, за прописку я платил. Надо у меня прописаться, документы сделать. И спрашиваю, когда деньги будут в том банке? Она мне говорит, они уже там. Я не успел их еще положить, они уже там. Понимаете? 2001 год был. 2001 год. У нас 2019 заканчивается. Денег нет. Я сегодня полдня не мог дозвониться до этого долбаного МТСа и задать им вопрос. Почему у меня нет интернета? Потом я пошел в наземный офис, они говорят, а у вас еще, оказывается, только завтра надо платить. А интернета уже нету. Понимаете? Дебилизм полнейший. Так. По многочисленным просьбам трудящихся. Так. Майскор, майскор, майскор. Спартак, Ростов тоже рассмотрим. Болония, Милан. В общем, возьмем с каждого чемпионата по одному такому матчу. В такой вывеске, да. Дело в том, что все, кто играет в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, они уже отыгрались. Первый тайм мы уже отыграли. И завтра будут играть те, кто не участвует в европейских турнирах. Значит, Болония играет у себя на поле. Пять человек отсутствуют. Болеют. Так. Поехали. По таблице. Быстро, бегло. Милан 11 место, Болония 12 место. Это дополнительная интрига. У Милана в 14 матчах всего 13 голов, 17 пропущено. У Болонии 20, забито 23 пропущено. Я помню, Болония одно время была такая прям забивная. Что-то типа Аталанта. А сейчас она немножко заглохла. Кстати, я давал прогноз на этот матч. Милан-Болония. Весной меня чувак просил, прислал мне денег. Я сказал, что 2-0, по-моему, они должны выиграть. Есть ролик этот. Этот ролик есть. В интернете. Да, вот 6 мая 2-1 они выиграли. Так. В общем, у них тут тотал проходит меньше все время. Меньше, 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 меньше. Меньше трех, да. Но все время по три гола. По три гола. Так, смотрите. Что получается у Болонии дома? У нее, получается, дома всегда обе забивают. Постоянно. 2-2, 1-2, 2-1, 2-2, 2-2. Постоянно. Я же говорю, что это типа Аталанта. 1-2, 3-4, 9-0, 5-0. Ну, это с бойца на товарищеский. То есть, обе забьют. Берем на заметку, да. Значит, Милан. Милан в гостях. 0-1, 1-0, 2-1, 1-2, 2-1. То есть, ну, Милан как бы на топал меньше. Но, но, но. Тоже Милан забивает. Поэтому самое простое, что здесь напрашивается, это обе забьют. Да мы знаем, что итальянские чемпионаты, это обе забьют. Это к бабке даже не ходи. Ну, давайте посмотрим просто, сколько дают, но обе забьют. Ну, 1-70, я считаю, нормально, прекрасно. 1-70 не забьют. 2-10, 2-20. То есть, ну, вот. Значит, кто боится, можно заиграть. Вот железобетон такой, да. Total 2 больше. Это обе забьют. Некоторые опытные игроки дублируют. И берут просто Total 2 больше. 1-45. Ну, вот. Вдруг Милан выиграет 2-0. Или Болони выиграет 2-0. Понимаете? Ну, и им как бы это особо... Они никуда не рвутся, эти команды. Вот. И поэтому... Еще сейчас просто скажу, ну, на кого тут дают победу. Ну, склоняются на Милан больше 2-50. И трешку дают на Болонию. На ничью 3-40. Дело в том, что в этой ситуации, как правило, бывает ничья, в основном, в таких матчах. Вот. И... Давайте, значит, определимся так. За 1-40 берем Total 2 больше. За 1-70 берем. Просто у кого какая стратегия, да. За 1-70 берем и безобьет. И кто хочет прямо точный счет. Точный счет 1-1 или 2-2. То есть ничья. Вот и все. Вот такой мой прогноз будет. Так. Вердер Падерборн. Отличный матч. Прекрасная вывеска. Падерборн. Такой тоже интересный. Ну, здесь сразу обе забьют. Прям не глядя. Должно быть. Потому что это Германия. Вот. Сейчас откроем тур немецкий, как они сыграли. Потому что очень важно. Очень важно. Заключительный матч. Вот смотрите. Германия сегодня как играла. 2-2, 2-1, 5-0, 2-1, 3-1, 1-0, 2-1. Вот казалось бы, цифра ни о чем не говорит. А я вам сразу скажу. Знаете чего нет? Нет побед гостей. Нет побед гостей. И завтра вот унион Берлин Кёльн. Мы тоже сейчас рассмотрим этот матч. Возможно, я не исключаю победу Кёльна. Вот. И дело в том, что и Кёльн, и Падерборн, они идут на последних местах. На последних местах идут. Но унион Берлин тоже этот дебютант. Он идёт на 12-м месте. И вот тут, возможно, такая борьба. И пока что я вижу, что в Германии раз, два, три, четыре, пять. В пяти матчах прошло обе забьют. Это как бы нормально. И только в двух не забили. Но это вот сейчас такие пошли игры во всех чемпионатах, что практически везде все забивают. Ну, кроме России, конечно, да. Так. У Вердера, во-первых, отсутствует шесть человек. Ну, трое точно. И ещё трое под вопросом. На победу Вердера дают 1,50. Последнюю игру Вердера выиграл у себя на поле, у этой команды. 4-0. В 15-м году они сыграли 2-2. Не прошу прощения. Так. И в последних пяти у Падерборна ни одной победы. Вообще, последняя победа была над Фортуной. Дома одержана. В 10-ти последних играх. У Вердера дома в 10-ти последних только 2 победы над Хейденхаймом на кубок. И на выезде над Вердером. То есть... Ну, это как бы в общем. А если вот взять дома, то уже у Вердера всё как-то печально. В 10-ти играх 4 победы. И тут 2 товарищеских летом ещё, да. То есть у Аксбурга 3-2 выиграл. И у Хейденхайма 4-1. Ну, опять же на кубок. А так, чтобы прямо дома. И всё время у него обе забьют. Обе забьют. Обе забьют. Понимаете? Всё время проходит у него. По-другому, в гостях обе забьют не всегда проходят. Но всегда проходят, как правило, тотал больше 2. Тотал больше 2. Ну, конечно, в Германии тотал больше 2 – это ни о чём. Это как, знаете, как фильм «Тот сам Менхаузен». Иметь в Германии фамилию Мюллер всё равно, что не иметь никакой. Вот так же и Германия. Сказать, что в Германии будет тотал больше 2 – ну, 1.10. Ну, о чём я говорил. Давайте остановимся на обе забьют. 1.45. Обе забьют, да? Вот. Смотрите. Давайте остановимся на обе забьют. И больше мы пытать ничего не будем. Смотрите. Обе команды идут внизу. Обе команды, значит, как сказать, идут плохо по трассе. Ну, вообще, они идут плоховато. Вёрдер на 14-м месте, Подерборн на 18-м месте. Там, возможно, любой исход. Подерборн имеет 5 очков. И они вполне могут обыграть. Вот серьёзно. Вот соберутся и обыграют. Легко этот самый Вёрдер, да? Вёрдер, я помню, гремел в 85-м году. Да, вот. А сейчас... Там, чемпионом Германии они были. Вот. А сейчас они могут проиграть Подерборну. Поэтому здесь просто обе забьют. Как ни странно. И с неизвестным исходом. И, наверное, не будем разбирать матч вот этот. Унион Берлин Кёльн. Они, говорят, раньше в 17-30. И смотрите, в зависимости от того, как закончится вот этот Унион Берлин Кёльн, с каким счётом, да? Можно уже предполагать на Подерборну. Например, если Кёльн выиграет у Унион Берлин, то Подерборн, скорее всего, не выиграет. Но нет побед гостей вообще в Германии. Вообще ни одной победы. Понимаете? Даже Бавария в гостях проиграла. Ну, Майнц там. Ну, может быть, просто такой тур, что фавориты играли дома. Вот Байер-Шальке 2-1. Фрайбург-Вольсбург 1-0. Как бы, ну, всё нормально, как должно быть, да. Вот Айнтракт Герта 2-2. Не смог выиграть. Ну, проигрывал Айнтракт. Герта выигрывала. Но Айнтракт сравнял в конце, понимаете? Вот такой вот тур. Ну, давайте посмотрим Унион Берлин. Потому что вот этот Вердер-Подерборн, там тотал матча 2 больше должен быть. Ну, там копейки дают. Ну, вы видели, да. Поэтому там может быть и 3-0 или 0-3. И вот Германия тоже очень интересный чемпионат. Так, Унион Берлин тоже под вопросом 6 человек у них. Один точно не будет играть. И тоже у Кюльна тоже непонятно. Значит, человек 6 то ли будет играть, то ли не будет. Непонятно. Так, на победу у него на 2-17. На победу у Кюльна 3-56. Ну, уже как бы, как вот в том матче, вообще непонятно что. Вернее, этот... Понятно, что Вердер-Победа там, да. Это вот Милан-Болония, непонятно, Болония-Милан. А здесь тоже попахивает какой-то ничейка. Но в Германии ничей тоже не каждый день бывает. Вот в этом туре только одна ничья. Только одна ничья. И в Германии, в принципе, ничьих-то не так много. Вот смотрите, что получается. Унион Берлин набрал ход в 5 последних матчах 4 победы у них. А в 10 последних у них аж 6 побед. Вот так что Кюльн бойся. Бойся Кюльн. И Кюльн реально боится. У Кюльна в 5 последних нет побед. Ни одной. В 10 последних 2 победы. Но над кем? Над Подерборном 3-0 дома. И товарищеский над Викторией Кюльн 0-6. Так что у Кюльна здесь, конечно, на первый взгляд шансов мало. Маловато шансов. Так, вот смотрите, как они играют на поле Берлина. 2-0, 1-2, 2-1, 0-3. То есть Total 3 меньше. Total 3 меньше здесь должен быть. Вообще Унион Берлин дома, когда играет, у него в 5 последних проходит Total 3,5 меньше. Всегда проходит. И Total 3 меньше у него в 5 матчах в 2-х возврат, а в остальных просто 2-0, 2-0, 1-0. И причем он играет даже с Боруси Мюнхенгладбах 2-0. Понимаете, играет с такими. С Гертой 1-0, Фрайбрук 2-0, Сентрактом 1-2. Все равно Total меньше. С Вердером 1-2. И только товарищеский 3-1. С Боруси 3-1. Вот Лейпциг 4 смог забить. Опять же, Сельты 0-3. То есть Total 3 меньше. Значит, запомнили? Total 3 меньше в этом матче. Если в предыдущем Total 2 больше, то здесь Total 3 меньше. И я думаю, что Унион не должен тут проигрывать. У него хорошие шансы здесь на победу. Кюн вообще никакой, вообще ни о чем. Но это чемпионат Германии. Мы помним прекрасно матч Хофенхайм-Майнц. Где было удаление. И потом Майнц 4 гола забивает в меньшинстве. А Хофенхайм забил гол сей ворота. Там вообще кошмар был. Поэтому хотите усилить ставку? Ну усилийте. Я просто сейчас скажу, сколько будут давать на Total 3 меньше. В этом матче. Да нормально будет 1.60. Хорошая. Вот 3.5 меньше 1.40. Шикарно. Берите, берите Total 3.5 меньше за 1.40. Хотите усилить, берите двойной шанс на Унион. И будет у вас где-то 1.80. Все, покончено с этим матчем. Так, Динамо Киев в Заре я разбирал. Разбирал. Тут фора на Зарю. Там плюс 2, наверное, будет. Динамо Киев будет играть с Луганом решающий матч. Луган еще не играл. И, по-моему, проиграл в чемпионате в Швейцарии. Поэтому, я думаю, более интересно будет разобрать такой матч непримиримых соперников, как Спартак-Ростов. Это две очень непредсказуемые команды. Тут, понимаете, еще масло в огонь добавляет то, что тренер Ростова Карпин бывший спартаковец. Не просто бывший спартаковец, а он, по-моему, и капитанил там. И он и в сборной был капитаном, если не ошибаюсь, там зажигал. Хотя Анопка был капитаном сборной, да, тоже в Спартаке. А Карпин, по-моему, был капитаном Спартака. Карпин вообще из Эстонии родом. И он, когда начинал играть, его называли Карпин почему-то. Вот Карпин, Карпин, потом он стал Карпином, да. Ладно, не будем залезать в дебри. На победу Спартака 2.20, на победу Ростова 3.40. Мне почему-то кажется, что Ростов, вот и даже неоткрываемый скор, здесь не должен проиграть. Потому что у Ростова такая затяжная полоса без побед. Поражение, ничья, поражение, да. И никак он не может выиграть. И началось это все с того, как он, значит, играл со Спартаком. По-моему, на Кубок они играли в конце октября. Сейчас мы найдем этот матч. Да, это был 31 октября. 2-1. Спартак выиграл. Потом Спартак выиграл у Тулы. У Тулы. Так, нет, нет. У Тулы проиграл. Выиграл дома у Крыльев. 2-0. И потом у Спартака была ничья с Уралом на выезде. И поражение от Зенита 1-0 1 декабря. Такое скромненькое. И знаете, что у Спартака Total 3 меньше все время проходит? Вот в пяти матчах Total 3 меньше. И у Ростова в четырех последних тоже проходит Total меньше. Но это не значит, что он должен пройти и завтра. Это, знаете, когда такие команды встречаются, как Спартак и Ростов, они могут и 2-2 сыграть. Серьезно вам говорю. Это непредсказуемые команды, но мне нравится брать вот такие трудные чемпионаты, трудные команды, такие трудные пары и что-то в них покопаться и найти. Смотрите, дело в том, что этот матч, он будет последний завтра завершающий. А мы любим брать последние матчи. Вот когда там Спартак с Арсеналом, по-моему, играл, я сказал, что нет побед гостей или хозяев. И Спартак все равно обострался. В тот день проиграл, по-моему, 0-1. Значит, да, 0-1 это было 4 ноября. Значит, и тут будет заканчиваться тур. Смотрите, что нет в нашем туре. Значит, у нас остались матчи Арсенал-Локомотив 4-0, Динамо 3-0, Тамбов-Оренбург 3-0. Крупные счета. Гости не забивают вообще. Краснодар-ЦСК 1-1, ничья нормально должна быть. Ахмад-Уфа 0-1. Победа гостей есть. Замечательно. Еще состоится 3 матча. Крыса-Этов-Урал. Тоже, скорее всего, ничейка какая-то. Типа 0-0. Сочи-Рубин. Ну, ждем, конечно. Сочи должен там что-то наковырять. Обе забьют. Прошло только в одном матче. Три матча верховых. Три матча верховых для России это уже нормально. То есть, вверх мы будем ждать в матче Спартак-Ростов. Только если крылья сайтов Урал и Сочи-Рубин не сыграют больше 2,5. Тогда ждем еще один вверх. Ну, как бы по статистике, да. Так, Спартак у нас идет на 9-м месте 22 очка. Ростов на 5-м месте 31 очка. Ростов совсем еще недавно был на 2-м месте, но потом его опустили. Опустили, понимаете, вот, судьи там пенати назначали, там, против Динамо там они играли. Вот. И не может Ростов никак выиграть в последних 5-ти матчах. Но мы откроем больше в последних 6-ти матчах. 4 поражения, 2 ничьих. Я думаю, что должна закончиться у Ростова эта полоса. Должна она закончиться. Наверное, завтра она должна закончиться. Вот. И, скорее всего, это будет выглядеть так, что если вот эти вот... Урал не выиграет у Крыльев, скорее всего, а Рубин не выиграет у Сочи, потому что Сочи тоже давно не выиграл, ему тоже надо. Надо, надо, Сочи. Сочи на последнем месте, вот. На последнем. А Рубин на предпоследнем. Вот надо... Кочи, Сочи надо выигрывать. И тогда останется у нас в загашнике победа Ростова. Победа гостей, то есть. Понимаете, 0-0 здесь ждать нет. Здесь надо брать тотал 1,5 больше и двойной шанс на Ростов. Вот что-то типа этого. Давайте посмотрим, как они играют вообще между собой. 2-1, 2-2, 2-0, 2-1, 2-1. То есть тотал 3 меньше, тотал... Один раз только пробили, тотал 2 больше, но это было в Ростове. А именно сейчас в Москве я вам сейчас открою и расскажу. В Москве как они... 2-1, 2-1, 0-1, 2-0, 1-0. То есть тотал 3 меньше здесь должен быть, учитывая то, что зима, климатические условия все. 1-0, 1-1, 2-0. То есть, начиная с 2013 года, больше двух голов было только два раза. И то это один был на кубок, а второй товарищеский. Вот, 2-1, 2-1. Это кубок и товарищеский матч. А так, если чемпионат 0-1, 2-0, 1-0, 1-0. У них даже обе забьют проходило последний раз в 2014 году. Но вот в 2012 играют 3-1, в 2011-м 3-2, в 2010-м 2-1, 5-1. Но это был другой Спартак, это был другой Ростов. Это был еще тот Ростов, который там, я не знаю, наверное, до Бердыева еще был, да? Когда они там Бавария, с Баварией обыграли там 3-2. Когда Баварии ничего не надо было. Вот раньше были счета 5-2, 3-0, 2-0, вот такие 5-1 там. Но это было давно. Это было давно. Поэтому давайте, знаете как? Двойной шанс на Ростов и все. Какой здесь тотал будет? Это российская премьер-лига. Вот они, видите, обе забьют у них не проходит. Тотал больше у них не проходит. 0-0 они не играют. 1-0, 1-0, вот у них пару раз было. Понимаете? Здесь, я повторю, здесь двойной шанс на Ростов, я так понимаю. Хотя на Ростов дают 3-40. Но так на Спартак тоже дают 2-20. Он как бы не лидер здесь. Двойной шанс на Ростов здесь. И можно опять же тотал заиграть в зависимости от того, как сыграют завтра Коррисоветов Урал и Сочи Рубин. Как они сыграют. Если там будут большие тоталы, значит у Спартак Ростов будет маленький тотал. Наоборот, если у них будут маленькие, значит у Спартак Ростов будет полтора больше. Но здесь, конечно, напрашиваются, обе забьют, хотя вы видите в последних пяти не проходит. Спартак должен забивать, Ростов должен забивать. Но должен и забьет. Это разные вещи в премьер-лиге. И котировки об этом же говорят. То есть наобе забьют дают 2-2, а на то, что они обе не забьют, дают 1-8. Делайте выводы. Вот представьте, что завтра кто-то из них не забьет. Ну, допустим, Ростов не забьет. Ну, тогда, значит, забьет Спартак. Но Спартак много не забьет. Забьет максимум 2. Значит, он выиграет где-то 2-0. Но это теория, это котировки букмекеров. Но это труднейший матч на самом деле. Очень трудный матч. И здесь Спартак, чтобы на него поставить и выиграть, ребята, я вас умоляю. На Спартак что не поставь, ты обязательно проиграешь. Завтра здесь, наверное, будут фолы, скорее всего. Здесь завтра будут фолы, желтые карточки. Вот. Победа Ростова по желтым карточкам. Вы слышали меня? Вот. Победа Ростова по желтым карточкам в этом матче. Я не знаю, сколько там будут давать. 1,60. Но это лучше и это верняк. Вот. Ну, кстати, вы знаете, сколько было сегодня карточек Ахмат Уфа? Ни одной. Ни одной. Притом, что фолов там было 30. Или 31. Ни одной желтой карточки. Вот. Мы во втором тайме в своей группе, мне один подписчик написал, говорит, я поставил 4,5 карточки меньше. В перерыве. За 1,60. Начинается второй тайм, уже 3,5. Я беру за 1,60. Ни одной желтой не получили. И при этом куча фолов. И еще, понимаете, матч, когда не смотришь воочию, то есть по телевизору, трудно понять вообще, что происходит. Но фолы, они очень много показывают и подсказывают, что примерно происходит. Особенно после забитого гола. Сегодня, например, Лацо-Милан. 1-1. Лацо забивает. Счет становится 2-1. По фолам 8-10. Я пишу в группе. Лацо должно догонять по фолам. Должно быть 23,5 фола больше. В итоге по фолам 14-10 в моей скоре. 14-10. Набирают 2-4 фола и Лацо побеждает. То есть получается, что после того, как Ювентус получил второй гол, они вообще остановились. И получили еще и третий. Поэтому фолы – это лакмусовая бумажка футбола. Они показывают, как команда борется. Ладно, будем заканчивать. Ребят, все разобрал. Пять матчей. По-моему, все, хватит. Достаточно. Завтра будет уже у меня прогноз на Лигу чемпионов. На вторник. Я разберу все матчи. Все разберу. Завтра будет, я думаю, что или завтра утром я запишу этот видос на свежую голову. Или завтра вечером. Не стесняйтесь вступать в мою группу. Я учу зарабатывать деньги на фолах. На фолах играю только я. Больше никто. Ни один кайпер не говорит про фолы. Практически. Ни один. Я на этом собаку съел, как говорится. И уже примерно знаю, какая команда сколько получит, на какой минуте. И как будет резать события. И, кстати, Англия у нас хорошо заходит по фолам. Это то немногое, что мы видим в английской премьер-лиге. Это фолы. Особенно после 80-х минуты. Особенно в перерыве между таймами. Мы примерно знаем, примерно видим, кто сколько будет получать. Поэтому не упустите свой шанс научиться играть на фолах. Это первое. Потом смотрите. Я делаю прогнозы также на хоккей и на баскетбол. Ни один кайпер не делает прогнозы на три вида спорта. Объясню, в чем разница. Разница в том, что на футбол настолько прогружены коэффициенты, что вы даже если будете все угадывать, вы все равно будете на одном месте топтаться. А так как мы в группе играем по программе, у нас программа показывает, например, на 80-й минуте гол. Гол намекает. Вот сегодня Лацио Ювентус намекает. Будет еще один гол. Барселона Мальорка. Будет еще один гол. Такой намек. Намек идет. А бывает прям четкая подсказка. Будет еще гол. Понимаете? Но там на 80-й минуте, там же другие коэффициенты. Что будет еще? Там уже коэффициенты 2, 2,5, 3. Вот такие коэффициенты мы ловим с вами. Поэтому это все в нашей группе. Есть еще дополнительная группа. Поэтому идет общение, идет взаимообмен мнениями, стратегиями. И как бы в этом тоже есть какой-то элемент обучения в том числе. Помимо того, что я целый день в группе практически нахожусь, отвечаю на многие вопросы. И такие основные дни, как Лига чемпионов, суббота, воскресенье. Я прихожу после обеда в контору. Часов 6 я сижу в конторе, как правило. И там уже идет активный процесс идет. Я кидаю свои ставки, скриншоты и так далее. То есть с двух рук, с двух телефонов у меня все это идет. Насколько это возможно. И небольшое напутствие. Не ставьте ва-банк, не ставьте все деньги, если вы даже уверены. У нас один человек по программе вчера поставил, играл Атлетика чемпионат Испании. Я выпустил видеопрогноз. Он в нашей группе был, но мой прогноз не посмотрел. Потому что он длинный, 40 минут. Я там говорю, ребят, Атлетика может сыграть 0-0. Там будет тотал меньше. Потом я безобидно скинул с программы. Я говорю, в этом матче, начинается матч, я говорю, программа в этом матче видит всего 1 гол. То есть трактовка какая? Меньше 1,5, больше 0,5. Хочешь бери, хочешь не бери. Человек поставил 3,5 тысячи на то, что будет гол. Я не знаю на какой минуте, может быть на 60, на 70. Но мне не позвонил, меня не спросил. Хотя это мой знакомый хороший. И человек проиграл 3,5 тысячи. Думает, что там будет 1 гол. Трактовать можно по-разному. Особенно в зависимости от того, какая идет минута. Понимаете? Говорят, что низкие коэффициенты мы не берем. Понимаете? Но если идет, например, 90-ая минута. Вот я сегодня поставил. Манчестер Сити, Манчестер Юнайт. Счет 1-2, например. Они забивают гол Манчестер Сити. 1-2. В этом матче все понятно. Эти заявили свой гол. Я спокойно беру 3,5 меньше. За 1,20. Давали 1,50. Потом назначили угловой. Потом они начали толкаться. Долго-долго толкались. Там же трансляция идет с задержкой, а фонбэти уже с опережением. И пока они там протолкались, я вижу, что они толкаются. То есть они падали угловой, упал до 1,25. Понимаете? Ну и все. Остается 5 минут, и вы зарабатываете 25%. Где вы еще заработаете 25%? Где еще? Мне говорят, что это маленький коэффициент. Да не маленький коэффициент. Вы умножаете на время. Вы берете огромный коэффициент, например, 2,50, и ждете 90 минут. А я беру маленький коэффициент и жду 5 минут. Спасибо. До свидания.